Трейдеры по-прежнему воздерживаются от покупок европейских валют. Да, конечно же, сегодня состоится ключевое событие – заседание Комитета по опираться на открытом рынке, в ходе которого будет принято решение о подъеме процентной ставки сразу на 50 базисных пунктов. Но судя по боковому движению котировки EURUSD, эта новость уже отыграна рынком. Как мы видим, график буквально застрял между уровнями 1.0498 и 1.0628. Очевидно, что дальнейшее движение графика исключительно нисходящее. Котировка не может найти достаточно весомых как технических, так и фундаментальных поводов для полноценной коррекции вверх. В случае закрепления под уровнем 1.0498 ждем снижения к целям на 1.0431 и 1.0376. Евро постепенно утрачивает свою инвестиционную привлекательность в ожидании энергетического и продовольственного кризисов, которые неминуемы в условиях ужесточения санкционной риторики по отношению к России. Между тем, спецоперация на Украине продолжается уже более двух месяцев и, кажется, будет идти еще очень долгое время, погружая европейскую экономику в рецессию и упадок. Уже сегодня инвесторы получили данные от экспертов статистического ведомства «Евростат», где сообщалось о сокращении потребительской активности в странах еврозоны. Объемы продаж в марте месяце упали на 0,4%, тогда как ожидали снижение лишь на 0,1%. Потребители неохотно тратят свои средства в условиях геополитической неопределенности. Не удается развить коррекционное движение и британскому фунту, хотя трейдеры готовы к тому, что и Банк Англии уже завтра поднимет свою ставку так же до 1%, как это сделает сегодня ФРС. Очевидно, что участники рынка видят риски для экономики Великобритании, отчего наиболее вероятно продолжение движения графика пары фунт-доллар вниз к целям на 1,2451 – 1,2383. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова